В региональном штабе Общероссийского народного фронта обновили состав президиума. Теперь сопредседателями движения в области стали Павел Покровский, Вадим Нуждин и Екатерина Гудзима. На конференции общественники также обсудили результаты работы и сформировали задачи на 2019 год. Об итогах первой пятилетки ОНФ расскажет Анна Ивахина. Эти кадры сделаны в мае прошлого года. Активистка ОНФ Екатерина Сизова выясняла, насколько удобно главная пешеходная улица Самары для колясочников. Все проекты Екатерины в Общероссийском народном фронте направлены на людей с ограниченными возможностями здоровья и создания доступной среды. На самом деле движение есть, город преображается, это очень видно. И структуры власти совместно с Общероссийским народным фронтом решают большое количество вопросов. Постоянно проходит мониторинг. Я участвую в мониторинге городского пространства на тему доступной среды. И в этом главная идеология ОНФ. Критикуешь – предлагай. Прикладывай усилия к тому, чтобы изменить ситуацию. Здесь цифры, красноречивее слов. Итоги первой пятилетки – более 10 тысяч рейдов и мониторингов, полторы тысячи экспертных заседаний. Свыше 10 патриотических проектов, два из которых вышли на федеральный уровень. Полтора года назад зародилось новое движение «Молодежка ОНФ». Молодежь организует группы, которые выходят убирать мусор, чинить детские площадки, помогают старшему поколению, бабушкам и дедушкам. Значительная часть нашей работы проходит в рамках патриотического направления. Раньше никому неизвестные ребята, сегодня это наши активисты, которые показывают молодому поколению, как надо делать на благо нашей страны. Темп, который взяли самарские общественники, действительно высокий, подчеркнул член центрального штаба Антон Гетто. Например, участники проекта «За честные закупки» раскрыли крупный картельный сговор. Виновные выплатили в бюджет 85 миллионов рублей. Сейчас ОНФ работает в тесной связке с антимонопольной службой, правоохранителями и правительством Самарской области. Не всегда находили такую поддержку, понимание, где-то даже противостояние происходило между активистами в целом и правительством Самарской области. С приходом Дмитрия Игоревича, без какой-либо, так скажем, лишней скромности, скажу, что развернулась власть именно лицом к нам. И сегодня мы действительно можем похвастаться конструктивным диалогом на результат. Для органов исполнительной власти и местного самоуправления общественники подготовили ряд предложений. Они должны повысить эффективность исполнения указа президента. Документ вручили губернатору Дмитрию Азарову. Инициативы затрагивают стратегические направления развития региона. Анна Ивахина, Алексей Вельмискин. Новости губернии.